81-летняя Анна Афанасьевна вспоминает былые времена. Когда-то она, участница боевых действий в Афганистане, жила другой жизнью, работала бухгалтером, растила детей. У меня была дача, у меня была квартира, я зато жила. Это закрытый административно-территориальный округ военный, ракетчики. Дача была, все с дачи, дикоросы из леса. Позже жила в Чите, но два года назад решила продать свою однокомнатную квартиру и переехать в поселок Дровяная, где проходила молодость. Потому что, ну, все там было у меня. А внук меня сюда переманил, откровенно переманил, больше никак не скажешь. Потому что, знаете, уговорами, приговорами, да у тебя там родных нету, с кем ты там будешь общаться, да кто тебе поможет. А здесь мне тоже никто не помогает, я совсем брошена, кроме соседей. По словам Анны Афанасьевны, в ноябре 2019 года она решилась на переезд в Ангарск, переселилась в микрорайон Китой, думала, что будет доживать век рядом с близкими людьми. Однако условия в квартире не устроили пожилую женщину, и внук вынужден был продать квартиру. Но деньги до сих пор не вернул. Для этого мужчина требует расписку, а пока женщине приходится жить в некомфортных условиях. Анна Афанасьевна уже упаковала вещи в коробки и готова вернуться на малую родину в поселок Дровяная. Как только получит, обратно деньги потрачены на покупку квартиры. Жить в квартире, где не оштукатурены дверные проемы и торчит сетка рабица, и отсутствует освещение в ванной комнате и на кухне, вот это вот несправедливо и неправильно. В прокуратуре на возбуждение уголовного дела пенсионерка получила отказ. Внук не отказывается вернуть ей деньги либо наличными, либо перечислением на ее лицевой счет и готов это сделать в любой момент при условии оформления передачи денег, как того требует закон, либо сообщение реквизитов для перечисления. Узнав о проблеме, председатель Иркутской областной общественной организации инвалидов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Усов решил высказать свое мнение. Вы знаете, тут нелеговой случай, причем, потому что фотошопка в последнее время, мы часто уже стали отходить от духовно-нравственных ценностей. Понимаете, нас собираем деньги там для детей, обижаем ветеранов, вот, и не просто обижаем, вот, причем это стало уже на федеральный уровень, что даже приняли закон об оскорблении ветеранов. Мы пообщались с внуком Анной Афанасьевной и его юристом по телефону. По их словам, на покупку этой квартиры внук потратил и собственные деньги, и средства материнского капитала. Также адвокат подтвердил нашей съемочной группе, что внук готов вернуть финансы Анне Афанасьевне в ближайшее время. Однако пока на руках у пенсионерки уже есть требования о высюлении. Наша съемочная группа будет следить за развитием событий. Мария Евстратова, Владимир Сильванов, Местное время.